Итак, дорогие друзья, чем же будет отличаться от всего обучения в сети обучение искусственного интеллекта в школе Бовсуновского? Ну, смотрите, мы с вами установили анаконду, мини-конду. В анаконде мы установили с вами, если взять лип, то у нас установилось очень много библиотек, но мы ко всем этим библиотекам добавили нашу любимую библиотеку Джанго. Вот она. Есть библиотека matplotlib, то есть, грубо говоря, отображение графика всего, что мы делаем. Еще есть 7 библиотек, в них вы уже разберетесь без труда после изучения этой библиотеки, все они замешаны на matplotlib. Итак, что я хочу сейчас сказать. Вот смотрите, мы с вами, грубо говоря, как я хотел повториться, в составе анаконда, где это еще раз лип, установили, тут установлено море библиотек, которые нам нужны, грубо говоря, мы будем работать с несколькими. Это, ну давайте перечислим их, это matplotlib, это pandas, скипай, это машинное обучение или область искусственного интеллекта, скипит, лерон, это, ну и, наверное, вы будете с большим количеством работать, ну, мпай, само собой. Но вопрос, вопрос сейчас стоит, на компьютере хорошо, но нам ведь надо, чтобы все это работало и в сети, поэтому вот в этом курсе я вам покажу такое вот ныряние. Мы с вами просто-напросто, сразу, с места в карьер, ныряем в matplotlib. Pyplot. Мы с вами ныряем сразу в matplotlib без ее изучения. Просто моя задача сейчас вам доказать, то, что вы изучали поджанго, есть знания, плюс добавить, и мы сейчас с вами в этом курсе четвертом осознанно напишем, ребят, да вы обалдеете, насколько простой код, то, что кажется вроде бы сложным, очень даже, как это сказать правильно, очень даже понятно и очень даже просто. И этот код мы с вами напишем осознанно, и получим первое, пока статическое изображение, то есть выведенное конкретно в джанго. Что у нас там есть? Как у нас файл называется? Чтобы не набирать вручную. И у нас должно будет вывестись в html график. Зачем мы это сделаем? Во-первых, чтобы, я бы хотел, чтобы вы поверили, что все библиотеки машинного обучения, искусственного интеллекта, они работают в джанго, потому что на самом деле в джанго можно импортировать все, что угодно, так как джанго работает на пайтом. А в пайтом можно импортировать любую библиотеку, написанную на пайтом. Это первое. Второе. Я хочу, чтобы вы поверили с первого шага. Буквально с первого шага, что это под силу. Потому что, то есть не потому, что у вас появятся сайты с графиками и прочее, и прочее. С вычислениями это будет, ну, интересно для вас, я думаю. Поэтому, кроме изучения библиотек, само собой, мы сразу будем добавлять код и рассматривать этот код подробно, как функции джанго фреймворка. То есть выводить, как-то сразу учиться применять то, что мы изучаем на практике. Это очень круто, это интересно, это полезно, потому что сразу обретает практическую сторону. То есть потом вы будете там для пользователей своих рисовать графики, кто-то будет для магазинов, да неважно, придумывайте, это уже точно. Вот. Но в этом первом, в этом уроке, мне для вас важно показать, что все то, что мы будем изучать, оно простое. И мы способны это не только изучить, но изучить осознанно, понять, и научиться применять. Поэтому, вот, и будем в этом курсе рассматривать, значит, подробно вот эту функцию применения и ее простоту. Просто matplotlib, так как далее мы займемся пандас, скикетлерон, то есть более сложными вещами, но везде мы будем добавлять графики, чтобы как-то видеть наглядно. Это будет намного интереснее, я думаю. Поэтому для тех, кто первый раз смотрит это видео, значит, это школа джанга, раздел искусственный интеллект, наверное, я его назову по-другому, может быть, big data, потому что более, более это все равно идет как изучение данных, изучение данных. Теперь, ребят, сразу отбрасываем вопрос. Ну, я сейчас брал последнюю версию джанга, да, там 1.9 сейчас, потом будет 2. Какую версию джанга? Любую. Под джанга говорю так, надо изучать, начать изучение с 1.7, потому что в 1.7 джанга идет тот код, который применялся, накоплен большой опыт за десяток лет. Это и 1.6, 1.5, все там одинаково. С 1.8 идет изменение. И там, в принципе, 1.8, 1.9, 2, они все идут как 1.8. Поэтому базовое изучение 1.7, а применение других сторонних библиотек вас не должна вообще тормозить версия джанга. Любая, любая. Потому что, если вы делали то, что я говорил, начали изучение джанга с 1.7, и пошли спокойно 1.8, 1.9, то есть, изучив 1.7, вы уже работаете с отличиями. То есть, понимаете, для вас будет понятно, что, допустим, в 1.7 здесь, значит, была у нас функция, сейчас у нас список. Вот и все. Это можно понять, когда вы начали изучать с какой-то версии джанга 1.7, как я рекомендую, чтобы для вас был доступен код, накопленный за 10 лет до этого. Так, ну что ж, здесь я просто рассказал. Я хотел воодушевить и дать понять, что все библиотеки искусственного интеллекта, Big Data, они доступны и легко применяются в джанга для ваших целей. Давайте въезжать в это. Ну а сайт spb-tut.ru, школа. Да. Вам надо всего лишь нажать, получить логин и пароль. Спасибо.